Вести Карачаева, Черкесия В Карачаевске работала предстоятельная делегация Совета Федерации России. Сенаторы провели в регионе серию выездных совещаний, а также посетили ряд сельхозпредприятий. С главой региона и правительством республики они обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса, туризма, строительной и социальной отраслей Карачаев-Чикесии. Какие решения были приняты по итогам поездки, об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмад Салпагаров. Совещания были динамичными, плодотворными и привели к принятию конкретных решений. В сфере здравоохранения говорили о необходимости строиться новых больниц. Для аграриев ключевым вопросом была господдержка по защите растений от гладобития. Еще один ключевой вопрос – это строительство плодохранилищ и распределительных центров. В регионе за последние несколько лет проделана большая работа по возрождению фруктовых садов. На промышленный уровень вышло производство яблок, груш и даже персиков. Для того, чтобы сельхозтоваропроизводители могли круглый год продавать свою продукцию, необходимо строительство такой инфраструктуры. Центральное внимание было уделено туристической отрасли. Сейчас актуальным является реализация недавно принятого закона, направленного на развитие индустрии отдыха на особо охраняемых природных территориях. Для курорта Домбай планируется разработка мастер-плана его развития с новыми канатными дорогами, горнолыжными трассами, трассами для беговых лыж и зонами отдыха. Еще один мастер-план будет создан и для Софийской поляны. И, конечно, важна качественная подготовка специалистов в сфере туризма. Детально обсуждалась модернизация коммунальной инфраструктуры региона. В частности, речь шла о реконструкции очистных сооружений поселка Домбай, о необходимости увеличения мощности объектов группового водоснабжения населенных пунктов Узджиутинского, Прикубанского районов и новых микрорайонов в северной части города Черкесска. В региональном правительстве обсудили вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов промышленности, топливно-энергетического и транспортного комплексов. Руководителям предприятий, независимо от форм собственности, поручено принять меры по оперативному устранению недостатков, установленных межведомственными группами с учетом методических рекомендаций, утвержденных антитеррористической комиссией в Карачао-Черкесе. Правительство Карачао-Черкесе утвердило оригинальную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года, которая включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики, а также на повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения и теплоснабжения и улучшит условия проживания жителей в 14 населенных пунктах региона, рассказывает заместитель министра строительства и ЖКХ Карачао-Черкесе Зульфира Батчаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и с замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. Порядка тысячи жителей Карачао-Черкеси посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая прошла во Дворце культуры Черкеска. В мероприятии приняли участие более 30 крупных предприятий и организаций республики, испытывающих кадровую потребность в промышленности, IT-отрасли, строительстве и сельском хозяйстве, а также 12 образовательных организаций высшего и среднего специального образования, которые готовят специалистов по наиболее востребованным в республике профессиям. Кадровые службы предприятий в течение дня работали, проводили собеседования с соискателями. Посетителям был представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, а также консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Кроме того, прошли мастер-классы, презентации, интерактивные площадки для образовательных учреждений, карьерные мастерские, профориентационные мероприятия и многое другое. На ряду с работодателями к проведению ярмарки были привлечены эксперты, которые помогли выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, узнать о самых востребованных направлениях. Православные верующие отметили главный христианский праздник – Пасху, день Воскресения Христова. Во всех храмах Карача-Чекесии в ночь на 16 апреля прошли богослужения и крестные ходы. Празднование Пасхи продолжится 40 дней вплоть до Вознесения, которое в этом году отмечается 25 мая – столько же, сколько Христос провел вместе с учениками после своего воскресения. В эти дни верующие стараются всей семьей побывать в храме, где все эти 40 дней сохраняется торжественное убранство. Поздравила жителей республики с праздником Светлой Пасхи, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В эти дни Светлой Пасхи я хотел бы обратиться ко всем вам с пасхальным приветствием. Христос Воскресе! В эти дни Светлой Христовой Пасхи я хотел бы пожелать всем нам благословенного, крепкого, кавказского здравия, которое пусть станет доброй основой для наших добрых и искренних дел. Пусть станет основой для нашей дружбы с теми, кто живет рядом с нами, с людьми разной национальности и религиозной традиции. Пусть эти дни пасхальной радости наполнят нас поводом обнять своего соседа, улыбнуться близкому человеку, крепко пожать руку своему другу и сказать, слава Богу, мы живем на нашем благословенном Кавказе. И дай Господи, чтобы также в надежде, в любви, в радости, в добрых трудах жили и наши дети. С праздником, мои родные, со Светлой Христовой Пасхой! Первый заместитель председателя парламента Карачащики Сидагир Смакуев и депутат Народного собрания Фатима Карданова проинспектировали ход строительства ФОК в селе Чапаевском Прикубанского района. Они осмотрели объект, пообщались с представителями подрядной организации и оценили качество и объем выполненных работ. Для этого населенного пункта строительство такого масштабного спорткомплекса – очень важное событие, ведь именно у его жителей самые большие спортивные достижения, сказал Дагир Смакуев. Я лично доволен увиденным. Я думал, чуть хуже, когда были разговоры о том, что своевременно подрядчик не торопится запускать, а сегодня практическая готовность очень высокая. Напомним, строительство ФОКа началось в декабре 2020 года. Это будет современный спортивный объект с универсальным залом размером 42 на 24 квадратных метра для соревнований и тренировочных занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, гандболу, теннису, тренажерными залами, залом для занятий единоборствами, борьбой, боксом, самбо и дюдо. Помимо этого, здесь будут располагаться комнаты тренеров и инструкторов, кабинеты врача, административные и технические помещения, душевые и раздевалки. В здании будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Общая площадь объекта – 3,5 тысячи квадратных метров. В республике стартовали весенние полевые работы. Напомним, в этом году аграриям Карачачи-Кесии предстоит засеять 125 тысяч гектаров. В основном это будут традиционные зерновые и зерновобовые культуры – подсолнечник, картофель, сахарное сёкло, а также пшеница, кукуруза на зерно и другие. А зимы занимают более 17 тысяч гектаров. На сегодняшний день во всех районах республики произведен сев яровых пшеницы и чменя, кукурузы на зерно, сахарные свёклы, подсолнечника и картофеля. На площади более 5 тысяч гектаров. Сельхозтоваропроизводители региона обеспечены посевным материалом более чем на 98%. При этом доля семян отечного производства составляет 82%. Реализацию грантовых проектов в туристической отрасли обсудили на круглом столе в республиканской столице. Участники мероприятия рассмотрели типовые ошибки прошлых лет, которые можно учесть на начальном этапе проектирования. Особенности подготовки документов для различных направлений грантов. А также детально разобрали критерии отбора проектов комиссий и способы увеличения их рейтинга. Слушателями выступили не только новые соискатели на получение поддержки от государства, но и действующие грантополучатели. 28 апреля в центре «Мой бизнес» в Карачао-Черкесии при поддержке регионального Минэкономразвития состоится ежегодный форум для самозанятых республики. Предпринимателям расскажут о государственных мерах поддержки для самозанятых, о том, как выстроить личный бренд, об основах построения, о финансовой грамотности и повышении дохода, а также как правильно построить бизнес-процессы и с чего начать продвижение при ограниченном бюджете. Перед судом предстанет житель республиканской столицы, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погибли 3 человека. Информацию комментирует Елена Дармограева, старший помощник прокурора Карачао-Черкесии по взаимодействию со СМИ-общественностью. Прокуратура Карачаева Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя города Черкеска. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 ноября 2022 года на пересечении улиц Ленина, Лермонтова в городе Черкесске. Водитель автомашины Range Rover Sport, не справившись с управлением, допустил столкновение со встречным автомобилем, в результате чего его водитель и двое пассажиров от полученных травматических повреждений скончались на месте происшествия. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Сразу 11 военнослужащих из Карачкесии, отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции и удостоверенных государственных наград, стали участниками масштабного соцпроекта Минобороны России и крупнейшего национального оператора наружной рекламы «Герои Великой Страны». Информационные щиты с фотографиями наших земляков размещены в сотнях городов нашей необъятной страны, в том числе в Москве. Страна должна знать своих героев. Как отметил президент Российской Федерации, наши бойцы, участвующие в СВО, заслуживают того, чтобы о них знала вся страна. Военнослужащие из Карачкесии с первых дней специальной военной операции на передовоз, защищают интересы страны, совершают подвиги и получают высшие государственные награды. За каждые фотографии нашего земляка скрывается история мужества и решимости, непоколебимости духа и несгибаемой силы воли. В Карачкесии завершился оригинальный этап всероссийского конкурса «Лучший социальный проект», в котором участвовали предприниматели, чья работа связана с решением общественных проблем, а проекты затрагивают самые разные сферы. От реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья до социального туризма. Из 15 заявок эксперты выбрали 7, которые предоставят наш регион в федеральном финале. Информацию комментирует начальник Центра инноваций социальной сферы Джаниля Карасова. Социально-предпринимательство – это все-таки устойчивая экономическая модель. С одной стороны, это все-таки бизнес, развитие, получение прибыли, а с другой стороны, при помощи этой модели решаются социальные проблемы общества. Учитывались оба критерия, учитывалась информационность, открытость, актуальность проекта, насколько это актуально для нашего региона. Более 6 тысяч человек стали участниками масштабной генеральной уборки в республике, среди которых сотрудники администрации, трудовые коллективы, волонтеры и неравнодушные жители. В Ост-Джигутинском районе от мусора очистили более 40 гектаров территорий населенных пунктов. Старт экологического марафона «Генеральная уборка» в марте дали полторы тысячи человек в Адыгихабрском и Ногайском муниципальных образованиях. Жители республики могут проголосовать за благоустройство общественных территорий в пяти населенных пунктах региона. С 15 апреля по 31 мая жители Карачао-Чекесии в возрасте от 14 лет могут принять участие во всенародном голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут преображены в следующем году. В этом году принять участие в развитии родного города или поселка могут жители пяти населенных пунктов республики. Так, в Черкесске будут выбирать между Покровским парком и возможностью благоустроить новую аллею на улице Красноармейской. Во втором по величине городе Ось-Джигуте при активном участии горожан может быть благоустроен сквер Победы, а в микрорайоне Московском – аллея вблизи местного пруда. Карачао-Чек претендует на благоустройство двух аллей в центре города, а живописная Тиберда может получить субсидию на благоустройство общественной территории на улице Кирова или Домбайской. Проголосовать могут все желающие. Между тем, республиканская столица, скорее всего, предложит горожанам на рассмотрение нового облика территории вокруг Малого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», сказал заместитель центра «Мой бизнес» Ренат Хатуаев. Сейчас есть возможность решить это не только силами мэрии, и местного бюджета муниципального, но привлечь федеральную субсидию в размере более 100 миллионов рублей и благоустроить не только лестницу, но и территорию вокруг Малого пруда. Она очень востребована, как мы видим, большое количество мероприятий здесь проходит. Вот этот инструмент, который у нас сейчас есть, это конкурс Минстроя, это хорошая возможность исправить сложившуюся ситуацию, поэтому я всех призываю активно участвовать. В соцсетях мэрии есть объявления об этом конкурсе, посты, подписываться и участвовать в мероприятиях и активностях, которые здесь проходят в рамках подготовки заявки. 29 апреля в Черекесске пройдет первый республиканский хакатон КОД-9 мероприятия для любителей программирования. Это уникальная возможность для разработчиков, дизайнеров и технических гуру собраться вместе, чтобы создать инновационные проекты, применить свои навыки и проявить творческий потенциал. Участников мероприятия ждут увлекательные тематики и вызовы, предлагающие новые идеи и решения, возможность работать в командах и обмениваться опытом с другими профессионалами, опытные наставники и жюри, которые оценят работу и предоставят обратную связь. Школьники республиканского центра вошли в число самых активных участников 6-й Всероссийской онлайн-олимпиады по предпринимательству и финансовой грамотности. В ней приняли участие 10,5 тысяч школьников в Карачае-Черкесии, что почти на 25% больше, чем в прошлом году. Самыми активными оказались ребята из Черкесска, Прикубанского и Узжигутинского районов. Учащиеся теперь больше знают о рациональном финансовом поведении, основах предпринимательской деятельности и правилах защиты от мошеннических действий. Онлайн-олимпиада была организована с 1 по 31 марта на образовательной платформе «Учи.ру» для учащихся 1-9 классов. В Якутске прошло первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, по итогам которого два борца из Карача-Черкесии вошли в состав юниорской сборной команды России. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 43 регионов страны. Так, Расул Капсергенов завоевал бронзу соревнований в весе до 125 килограммов, а Нуар Чагаров в весе 86 килограммов пятерки сильнейших. Оба спортсмена только перешли из возрастной категории юноши и сразу же показали конкурентоспособную борьбу с сильнейшими юниорами страны. В городе Раменская Московская область завершилось первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок в 18-20 лет, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 22 субъектов России. Сборная Карача-Черкесии в упорных поединках завоевала 7 медалей различного достоинства и 6 путевок на юниорское первенство мира. Призовые места достались Шамилю Бытдаеву, Руслану Нурдинову, Назиму Бастанову, Амиру Джашакуеву, Исламу Казиеву, Мурату Байрамукову и Ахмату Калаханову. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, будут представлять нашу страну на первенстве мира по борьбе на поясах, которая пройдет в сентябре этого года в Таджикистане. Ну и последняя информация. С 25 апреля в Черкесске пройдет 10-й всероссийский отборочный турнир по вольной борьбе среди юношей 2008-2009 годов рождения, посвященный памяти заслуженного тренера России Михаила Чулкова. В состязаниях примут участие команды Абхазии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Капридно-Балкарии, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев, которые поспорят за путевки на юношеское первенство страны. Спортсмены, занявшие первые места в своих весовых категориях, получат право выступить на первенстве России среди юношей до 16 лет, которое пройдет в мае этого года в Туле. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!